Здравствуйте! Добро пожаловать в программу Вести Карачаева-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Развитие молодежного измерения международного межорегионального сотрудничества. Об этом речь шла на онлайн-конференции Совета глав субъектов России при Министерстве иностранных дел. А партия вакцин от коронавирусной инфекции уже поступила в Карачаево-Черкесию. Кто сможет привиться первым и кому противопоказана прививка от COVID-19? Это может грозить вплоть до закрытия ресторана. Отсутствие разметок, дезинфицирующих средств и оборудования по обеззараживанию воздуха комиссия проверяет рестораны республики. Депутатами Народного собрания республики одобрен проект закона, предполагающий расширить список имеющихся прав на получение бесплатной юридической помощи. Сегодня в режиме видеоконференции глава Карачаево-Черкесия Рашид Тимрезов принял участие в заседании Совета глав субъектов России при Министерстве иностранных дел под председательством Сергея Лаврова. Нововестки дня. Вопросы о развитии молодежного измерения международного и межрегионального сотрудничества. Еще одна тема – заседание использования потенциала российского экспортного центра, региональных центров поддержки экспорта и системы торгово-промышленных палат для развития кооперации субъектов России с зарубежными партнерами. Карачаево-Черкесия. Работа в данном направлении региональными институтами ведется активно и продуктивно. В Карачаево-Черкесии стартует первый этап вакцинации от COVID-19. Сегодня в республику поставлена партия вакцин от коронавируса в количестве 200 штук. Речь идет о вакцине «Спутник-5 Гам-Ковид-Вак», произведенной научно-исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалея. Это уже второе поступление вакцины от коронавирусной инфекции в нашу республику. Первая партия в 42 дозы были привиты медицинские работники. Какие группы риска в приоритете в этот раз и когда ждать массовой иммунизации для всех граждан, расскажет Ахмат Халкечев. Все 200 доз отечественного препарата «Гам-Ковид-Вак» уже сегодня распределили по медицинским учреждениям во всех муниципалитетах республики. Препарат требует особых условий перевозки и хранения и доставляется в специальных термоконтейнерах. И в процедурных кабинетах вакцина будет храниться в морозильных камерах при температуре минус 20 градусов. В приоритетных группах для первоочередной иммунизации работники медучреждений, образовательных организаций и сотрудники экстренных служб и правоохранительных структур. До конца года 403 человека у нас будет провакцинировано. Иммунитет начнет вырабатываться именно после 42 дней после проведения вакцинации. Вот уже с начала следующего года после второго компонента уже будет вырабатываться постепенно коллективный иммунитет. По всем законам вирусологии считается, что если привито 70% населения, тогда уже вирус перестает быть опасным для населения. По мере поступления вакцины привиться от коронавируса смогут все желающие, у которых нет противопоказаний. А массовая иммунизация населения предположительно начнется уже в январе. К числу противопоказаний медики относят обострение хронических заболеваний, наличие у человека острых респираторных заболеваний и аллергических реакций на компоненты вакцины. Прилеваются люди от 18 до 60 лет. Пока такие возрастные ограничения. Вакцинация исключительно добровольная. Люди должны быть информированы. Они могут предварительно записаться к терапевту после осмотра терапевта. И если не выявлено никаких противопоказаний, то можно проводить вакцинацию. После вакцинации под наблюдением врача тоже нужно оставаться какое-то время. Уже тут же записывают на следующую вакцинацию через 21 день. Человек будет знать, когда ему нужно в следующий раз прийти и приходит на вторую вакцинацию. В самое ближайшее время в республику поступит еще одна партия вакцины от коронавируса, говорят в региональном Минздраве. Ахмад Халкичев, Мухаммед Ажибоков, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 13 081 человек. Из них 11 274 выздоровели, 907 госпитализированы. В Карачаево-Черкесии выявлено 11 человек, которые распространяли ложную информацию о ситуации с коронавирусом в республике. Все они приглашены на профилактическую беседу у правоохранительных органов. Этим гражданам объяснили, что данное действие может привести к уголовной ответственности. Новая статья действует о так называемых фейковых новостях. По статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса будет наступать ответственность, уже уголовная. То есть, статья достаточно популярная на сегодняшний день. Люди многие не знают о существе. Вернее, знают, но они не знают в каком именно... Делают вид, что не знают. Может быть, да, делают. Но вот если я отправляю в WhatsApp какую-то группу, пишу, вот в Тиберде якобы вертолеты разбрасывают коронавирус, чтобы нас убить. Это тоже? Это будет составом преступления по одной простой причине. Если вы направляете в группу, где сидит 2 и более человека, то это публичное распространение заведомо ложной информации. В социальных сетях, кроме недостоверной информации о коронавирусе, есть еще и лжесборы на лечение детей. Но если отправить со своей карточки деньги на такую помощь, то можно нарваться на уголовную статью об экстремизме. Подробнее об этом в нашем эфире завтра утром в 8.35. В Черкесске проводятся рейдовые выезды по ресторанам на соблюдение противопедемиологических мероприятий. В ходе проверок были выявлены нарушения, по которым составлены соответствующие акты. О том, какие меры нужно соблюдать, чтобы не платить штраф и на что обращать внимание при инспектировании ресторанов, в репортаже Алихана Лепшокова. В соответствии с поручением главы республики, в регионе усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в местах массового скопления людей. В связи с этим рабочие группы в составе сотрудников мэрии Черкеска, МВД Покорачаева Черкесии и Роспотребнадзора уже несколько раз проверяли рестораны на наличие специальных предупреждающих разметок, дезинфицирующих средств и оборудования по обеззараживанию воздуха. Мы составляем акт обследования. Этот акт обследования мы направляем в Роспотребнадзор, после Роспотребнадзор направляют в прокуратуру. Это может грозить вплоть до закрытия ресторана. Помимо этого, особое внимание при проверке уделяли нормам соблюдения социальной дистанции, а также указа главы региона с несением изменениями от 15 ноября. Было направлено распоряжение, то есть запрещающее проводить массовые мероприятия до 50 человек. Это было с 15 ноября. То есть пока следующее распоряжение не выйдет, то что уже можно будет проводить массовые мероприятия, вот это распоряжение будет силе. То есть запрещено пока проводить что-либо. Мы проверяем, есть ли рециркуляторы воздуха, маски, дезинфекторы, соблюдаются ли дистанции полтора-два метра. По итогам проверки в трех ресторанах Черкеска были выявлены следующие нарушения. Отсутствие предупреждающей разметки, несоблюдение дистанции между столиками и отсутствие СИЗов у персонала. До конца недели рабочая группа проведет еще два рейда по предприятиям общепита. Будут проинспектированы все рестораны республиканской столицы. Алихан Лебшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами снег, туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 6, днем 1,6 со знаком плюс. А в горах ночью до 11 градусов мороза, днем минус 4, плюс 1. На дорогах местами гололедится. В Черкесии ночью и утром небольшой снег, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 3, днем 2,4 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В Доме правительства прошло совещание по вопросам казачества. По его работе приняли участие председатель Совета при президенте России по делам казачества Анатолий Серышев, полпред Юрий Чайко, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Далуда. В режиме видеоконференции участники совещания подвели итоги проделанной работы за этот год, а также наметили основные направления деятельности казачьих войск до 30-го года. Основное внимание уделялось о развитии, я сейчас скажу, созданию молодежных центров и центров казачьих центров, где упор ставился на культуру, спорт, подготовке молодежи к службе в армии, то есть военно-патриотическое воспитание, а также о традиционных промыслах казачества, сохранению традиций казачества, создании на территориях музеев. Одобрен проект закона, предлагающий расширить список имеющих прав на получение бесплатной юридической помощи. Это было сделано на очередном заседании в парламенте республики 17 ноября. Альбина Ламкова с подробностями. У каждого человека рано или поздно возникает ситуация, когда необходима квалифицированная юридическая помощь. Многие уже с этим сталкивались, но, к сожалению, услуги профессионала стоят значительных денежных средств, и не все граждане имеют возможность обратиться за поддержкой. Вот для чего и был принят закон о бесплатной юридической помощи, как на федеральном уровне, так и на республиканском. Но ранее в нем был значительно ограничен круг лиц, которым эта услуга оказывалась. Депутат Карачаево-Черкесского народного собрания, Мусак Абалевич Экзеков, выступил с такой инициативой. Его поддержал и глава Карачаева-Черкесской республики, председатель, и депутаты народного собрания КЧР поддержали данную законодательную инициативу. Теперь в этот список вводятся безработные граждане, многодетные семьи, беременные женщины и одинокие матери. Для реализации прав граждан по оказанию бесплатной юридической помощи на территории республики уже созданной действует с 2013 года Государственное юридическое бюро. Юристы организации готовы оказать любую услугу. Эту помощь граждане могут получить и в приемной депутата народного собрания республики Мусы Экзекова. Наша приемная депутата Мусы Хабалевича Экзека по улице Даватора, дом 17. Вы можете обратиться к нам. Мы работаем с 9 до 13.00 в будние дни. Там тоже мы в приемной Мусы Хабалевича Экзекова оказываем бесплатную юридическую помощь всем категориям граждан. Также вы будете иметь возможность обратиться с заявлением на имя депутата, если вы считаете, что каким-либо образом нарушены ваши права. Причиной принятого проекта закона, предлагающий расширить список имеющих прав на получение бесплатной юридической помощи, стал тот факт, что по всей стране на фоне пандемии коронавируса выросло число безработных. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Минприроды России подвело итоги всероссийской акции по уборке берегов от мусора. Вода России. Карачаево-Черкесия заняла в рейтинге 6 место. В акции приняли участие более 12,5 тысяч человек. Протяженность очищенной береговой линии составила 550 тысяч километров на более чем 20 водных объектов. Наша республика является активным участником акции по очистке берегов от мусора еще с 2014 года. Она стала частью федерального проекта сохранения уникальных водных объектов. Сегодня 30 лет исполняется главному радио нашей страны – Радио России. Это федеральная государственная радиостанция, входящая в состав ВГТРК. Своим круглосуточным вещанием радиостанция охватывает все, без исключения регионы – от Калининграда до Чукотки. Говорит на всех языках народов нашей страны. А потенциальная аудитория насчитывает около 200 миллионов слушателей, как в России, так и за рубежом. Сегодня это единственное радио, которое создает все виды программ – от информационных до научно-познавательных. На сегодняшний день Радио России ГТРК Крачево-Черкесия охватывает все населенные пункты республики. Вы можете слушать наши новости и познавательные передачи в бесплатном пакете цифрового вещания и в своих автомобилях на частоте 91,2-101,9 FM. Такой была среда в Крачево-Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «Тайны следствия». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин